Скоростной футбол с первых секунд, быстрый обмен голами, новые атаки. Мощный натиск команды поселка Входной. В матче первого круга футболисты в бело-зеленой форме проиграли прогрессу на своем поле. Потерянных очков очень не хватало в споре за золотые награды. Футболисты поселка Входной вышли на поле без оглядки на таблицу. Результат сыграли красиво и вдохновенно. Герой матча один из лучших бомбардиров нынешнего чемпионата Фрол Бодряга. Форвард отлично взаимодействовал со своими партнерами. Футболисты Входной смяли защиту соперников. Выиграли первый тайм со счетом 5-1. Два мяча забил Бодряга. Вышли с хорошим настроем. Не просто там победить, а просто получить удовольствие от игры в футбол. Ну так получилось, игра пошла хорошо. Начали забивать, сначала сравняла, команду тоже хорошо играли. Но потом начали забивать, атаки проходили, контратаки. В итоге получилось много голов, хороший матч, интересный. Сражение в начале второго тайма. Футболисты команды поселка Входной сохранили боевой настрой и твердо решили забить столько, сколько смогут. Игроки команды «Прогресс» вспомнили, что они провели хороший сезон, прибавили в мастерстве. Но под занавес чемпионата команду подвели травмы. Пришлось сходу привлекать в основу юниоров. Жесткое соперничество, много единоборств. Два отличных момента у игроков «Прогресса». Досадные промахи. Этот матч, потому что 6 человек у нас было, молодых. Дали им шанс, попробовали. Порыв «Прогресса», несколько напористых атак. Разящий ответ футболистов Входной. Отличная длинная передача Мурата Габасова. Рывок Бодряги. Классный пас 6-1. И новый штурм Входной. Отличный момент у Бодряги, игра на кураже и еще три точных удара на финише матча. 9-1. Команда поселка Входной взяла уверенный реванш. Впервые завоевала медали чемпионата. Сразу серебряные. Последняя игра этого сезона, настраивалась на нее достаточно хорошо. Поймали кураж во втором тайме, много красивых комбинаций совершили. Я думаю, это посыл на следующий сезон. Будем бороться за призовые места, так же, как и в этом. Бронзовая награда чемпионата выиграл клуб «Сибирь». Валевая целеустремленная команда сражалась в каждом поединке. В середине турнира желто-черные нашли свой стиль, надежная игра в защите, быстрая техничная комбинация и стремительные атаки. Во втором круге «Сибирь» выиграла 8 матчей из 9. Команда заслуженно поднялась на третью ступень пьедестала. Краткие итоги чемпионата подвел президент городской федерации футбола Александр Акимов. Чемпионат, конечно, был, вы знаете, вы все время следите, вы наши друзья. Он непредсказуемый. И в этом чемпионате могла последняя команда выиграть у первой. И могли быть непредсказуемые результаты у лидеров, как, например, «Сибирь», которая во втором круге преобразилась. И у лидеров, у команд, которые претендуют на… Ну, вот можно уже сказать, что «Молния» заняла первое место, получила золото. Но они обыграли «Молнию» на своем поле и также обыграли входную. Летний сезон завершается, но впереди еще два интересных события. Финал Кубка Омска ООН состоится на этом же стадионе «Молния» 22 сентября. И Блиц-турнир закрытия. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7.